АПЛОДИСМЕНТЫ Слово «ортодокс» я взяла в кавычки для того, чтобы подчеркнуть, что в данном докладе я попытаюсь осветить проблему обоснования своей ортодоксальности людьми, которых нельзя ни в коем случае назвать ортодоксами. АПЛОДИСМЕНТЫ Эти люди переосмыслили в свое время коллектив и ушли в историю как реформаторы индуизма. Но я буду говорить только об одном таком мыслителе, но все-таки я готовила свой доклад с некоторой надеждой, что предложенные здесь исследовательские результаты будут быть полезны для тех, кто изучает мысли. Я прошу прощения, вас иногда становится совсем не слышно, как будто вы отворачиваетесь от микрофона или что-то такое происходит, а иногда хорошо слышно. Я думаю, это интернет, Анастасия. Да? Ну, может быть. С нами все хорошо, да? Хорошо, спасибо большое. Итак, в период британского управления в интеллектуальной жизни Индии на первый план вышла проблема соотнесения традиций и современности. Начиная с 19 века, она стала центральной в рассуждениях мыслителей, сформировавшихся под двойным культурным влиянием — индийским и западным. Знакомство с западной социальной мыслью и реалиями общественной жизни в Европе и Америке побудило интеллектуалов нового типа, и начиная взглянуть на прошлое настоящее, заняться поисками путей её дальнейшего развития. Их внимание охватывало все сферы жизни родного общества, в том числе духовную, что привело к возникновению малописленного элитарного религиозно-реформаторского движения, которое оформилось в новых религиозных течениях — брахмаизме и неоиндуизме. Подобно проповедникам христианской реформации, реформаторы индуизма видели свою задачу в возрождении подлинного древнего приучения, очищенного от позднейших искажений, как и называемых брахманских монополий в сфере, от обычаев и социальных установлений, осмысленных в новых условиях, как негуманных и бесправедливых. Отступая от сложившихся к тому времени норм родной религии, они одновременно стремились к обоснованию собственной ортопроксальности, что придавало их идеям большую значимость в глазах соотечественников. В более широком контексте межкультурного диалога, подчеркивание конкретным мыслителям своей приверженности индуизму, связано с рефлексией по поводу своеобразия родной религии, с поиском черт, отличающих ее от других вероисповеданий. Вопрос о соотнесении национального с особой остротой, поставленной запоздалой макронизации Индии, решался представителями двух течений того времени, охранителями традиции и реформаторами. В духе характерного для индуизма принятия инокультурных элементов в качестве аналогов явлений, существующих в собственной традиции. Это тот самый инклюзивизм, о котором вчера много говорили. При этом, обнаруживая сходство реалий индийской западной культур, представители двух направлений приходили к совершенно противоположному. Для сторонников изоляции и противников перемен сходство с западом становилось аргументом в пользу величия индийской цивилизации. Характерный пример здесь является теория с вами Даяна Десарасвати о происхождении всех религий из общего индийского корня. Здесь стоит оговориться, что вопрос о причислении Даяна Де к реформаторам или охранителям является дискуссионным. Но все же его учение является собой яркий пример индуцентризма. Вот либерально настроенные реформаторы, напротив, отказались от идеи культурного приватия. Они привыкли к поискам универсальных смыслов, продающихся в мире и в мире для обоснования их равной значимости в судьбе человечества. Одним из таких реформаторов был Африк Схрамчанг Дэнди. Приспоя против кастового неравенства и неприкасаемости, против детских браков, дискриминации женщин, авторитета брахманской ортодоксии и слепой веры в священную веру, а также выступая за распространение традиционного пульта культуры, создал идеальную модель индуизма, которую позиционировал в качестве возрагённой древней веры. Себя при этом он нередко называл санатани хинду, то есть ортодоксальным индусом. Дэнди использует санскритское слово санатана в данном случае, означающее древний, вечный, постоянный, непрерывный, поскольку санатана дхармой обычно индусы называют свою веру, предпочитая избегать понятия индуизм как искусственного, нового, введённого англичанами. Стоит отметить, однако, что в тексте самого Гэнди термин санатана дхарма соседствует с англичаном индусе, в существенном влиянии на его мысли западной философии, хотя в отечественной историографии советских времён за ним закрепился образ традиционалиста и сторонника культурной изоляции. В статье, кто является санатаней хинду, Гэнди описывает образ правоверного индуса. Это человек, родившийся в индийской семье в Индии, принимающий веды, упанишады, в частности священных книг, верящий в пять этических правил, известных под названием Ямы, следующий им, насколько возможно, а также верящий в существование атмана и параматмана и воплощение и возможность достижения мокши, верящий, что мокша — это высшая цель человеческих устремлений, верящий в варнашему и защиту коров. Гэнди утверждает, что сам он обладает всеми перечисленными характеристиками, потому именно и называет себя санатаней хинду. В своей работе, в статье «Индеизм», Гэнди, обосновывая снова своё самоопределение в качестве ортодорциального индеиста, говорит о вере в перечисленные ранее фундаментальные положения индеизма, уточнили только, что рассматривали в том смысле, который сам называет строго ведическим, а не в современном, популярном и грубом смысле, и также добавляет, что не оказывается верить в поклонение идолам. Красным цветом на слайде я отметила пояснение самого Гэнди, что учёркивает нетривиальность от гоматичности его мышления, его расхождения с привычными трактовками в положении родной религии. Заявляя о своей приверженности подлинному индуизму, то есть в кавычках «подлинному», как его понимал Гэнди, он в духе религиозного реформаторства постоянно сравнивает свой идеализированный образ родной религии с её современным реальным состоянием. В результате он в традиционном индуистском духе осмысливает общий вектор исторических изменений родной религии, а также и всей индийской цивилизации, как регресс. Наиболее явным выражением упадка он называет практику неприкасаемости. К упадку, по его мнению, привели постепенное забвение сути вероучения, слепое исследование буквы священных текстов без попытки уяснения их духа, а также усложнение ритуалов, постепенно подменяющих живое нравственное чувство. Однако возможно и духовное возрождение. Для этого необходимо обратиться к внутренней сути индуиста. Дэнди видит суть родной религии в идее спасения души, ценности, правдивости и ненасилия, представление о сопричастности всего сущего Богу. Перечисленные духовно-моральные принципы родят индуизм с другими крупнейшими религиями. Понимание этого глубинного сходства побуждало мыслителя признать равную значимость различных религиозных учений, связанных с ними цивилизацией в мировой истории. Он подчеркивает, что индуизм не является уникальной религией, в том смысле, что он не превосходит другие мироучения. Каждая религиозная система с другими своем основании имеет и уникальные черты, определяющие характер и ее вклада в общечеловеческую культуру. Ганди видит особенность родной религиозности и в проповеди бережного отношения к животным, уплаченной в пульте коровы. И отсюда он выводит миссию Индии в мировой истории распространения идей ненасилия. Противопоставление духа писания или учения его букве, стремление постичь истину с помощью разума и неприятие веры в авторитеты — это характерные черты религиозного реформаторства как такового и в частности реформации. Заявляя о своей ортодоксальности, Ганди как реформатор одновременно предлагает нестандартную трактовку ключевых принципов своей религии. Характерный пример — это его вера в равенство людей, принадлежащих четыре религии, которые, согласно традиционной индуистской мысли, образуют иерархическую структуру. Я считаю, что дух индуизма противоречит необоснованное приписывание одному более высокого, а другому более низкого статуса. Все рождены, чтобы служить за их зрением. С помощью знания к шатре своей способностью зачищают, ваше коммерческими навыками, ашудро физическим трудом. Еще большим отступлением от традиции стало обращение, стало общение Ганди с неприкасаемыми и борьба за их права. Прибавим к этому также отказ в отношении священного. Потому что это символ принадлежности из трех бывших варн. Нарушение правил ритуальной чистоты, Ганди совместно принимал пищу с сыноверцами и представителями других каст. И выступление против ряда социальных практик, таких как детские браки, задворчество женщин и другие. Однако несоблюдение Ганди некоторых норм традиционного индуизма — это лишь внешнее проявление глубинного расхождения мыслителя, много воспринявшего от духа и отшимодерна, с традиционным обществом родной страны. А вот суть этого расхождения в преодолении социоцентризма от традиционного общества и в обосновании безусловной ценности и свободы каждой личности. Индия всегда была цивилизацией отходной и духовной свободы, не распространяющейся, однако, на сферу общественных отношений. В период модернизации гуманистические убеждения стали основой деятельности реформаторов в религиозной и тесно связанной с ней социальной сферах. Внимание к личности и проблеме индивидуальной свободы характерны для Ганди. Оно во многом определило его воззрение и реформаторскую практику. Значимый отпечаток на духовный облик Ганди наложило драму модернизации индийской действительности свидетелям и активным участникам Руководства антиколониальной борьбой и личное неприятие технократизма рассчитанной на обезличенную массу потребителей побуждали мыслителей дистанцироваться от современного Запада. Это, однако, не мешало ему высоко ценить прошлые заслуги западной и реформации забытой многими евангельской морали. Сопоставляя христианство, как он его понимал, с собственным идеализированием самонтуизма, Ганди находит много общего в глубине истоков двух вероучений. Одновременно сравнивая прошлые и настоящие свои страны как прошлые и настоящие Запады, он сокрушается об утрате моральной строгости и творческого гения предков. То есть, если мы посмотрим на слайд, то очевидно, что идеальные в древности религии искажались со временем, что привело к современному кризису. Улучшение Ганди сечением двух проблемных осей. Это временная дихотомия «прошлое-настоящее» и цивилизационная дихотомия «Восток-Запад». Об этом, в частности, говорит Мстислав Борисович Рыбаков, отмечая, что за знанием действия Ганди, как представителя завершающего этапа индуизма, присущи черты обоих предшествующих периодов этого процесса. В связи с реформаторами первого этапа 1815-1880-е годы, Ганди уделяет должное внимание в соотнесении старого и нового. Вместе с реформаторами второго этапа начиная с 1880-х годов, он сосредотачивается на проблеме своё-чужое. В результате, как было уже сказано, что все мировые религии сходны в духовной глубине. Однако понимание этого глубинного сходства не делает свободного выбора и расповедания, и тем более не оправдывает в его глазах миссионерское стремление обратить иноверцев в свою религию. В соответствии с индурийскими представлениями, верю, что рождение в семье, связывающая его с конкретной традицией и во многом предупределяющая его будущее общественное положение, не случайно. Поскольку душа сама выбирает для себя лучшие условия, то следование именно может помочь человеку наилучшим образом реализовать его внутренний потенциал. В условиях антиколониальной борьбы сохранение верности индуизму было вопросом сохранения национального самосознания и гарантии от слепого копирования европейского стиля жизни, а значит в общем-то и сохранения индийской культуры. Ганди, однако, предостерегал от культурной изоляции, сопряжённой с превознесением всего индийского. Призывая следовать пути предков, он одновременно принимает единственную возможность разрыва в соответствии её предписаний этическим установкам человека. Он говорит, убеждённый во влиянии на цвет, еще рождённым в индийской семье я остаюсь индуизмом. Но я должен буду отвергнуть его, то есть индуизм, если обнаружу, что он несовместим с моим моральным чувством и духовным ростом. Подтверждением этих слов служат отчисленные заявления Ганди отчисленные родственные 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 религии, что отвергаемая им неприкасаемость является, не цитируя на ростом на теле индуизма, как её называл Ганди, а сущностной чертой этой религии. Таким образом, подлинным индуистом, как его понимал мыслитель, можно назвать человека, сознающего родственность всех религий и открытого сторонним влиянием и одновременно критически смотрящего на любое учение, исследующего лишь тем его положением, которое согласуется с его разумом и нравственным чувством. Рефлексивно тему истинности тех и положения индуизма и подлинность собственного понимания родной религии характерны черта реформационного процесса. Однако сложная картина интеллектуальной жизни прошлой эпохи, видимая по прошествии многих лет ученым, очевидно, не может быть столь же и самих участников исследуемых социокультурных процессов. Отсюда искренняя вера Ганди и других реформаторов индуизма в соответствии к трактовок своей религии Санатан-Адгармия и собственной ортодоциальности. На их обращении к истории и традиции и индуизма или фундаментализму предполагало не отмежевание от западной консервации существующих порядков или бесплодные попытки вернуть ушедшее прошлое, а критическое переосмысление стремление упорядочить теоретические основы вероучения и преобразовать его практику в того, чтобы привести их в соответствие с требованиями меняющегося времени. Все, я благодарю за внимание. Спасибо, Алексея. Ирина, Алексеевна, по-моему, мы уже слегка подотумились, но надеюсь, что есть кто-то, кто еще. Я тоже надеюсь. Они всегда есть. Я потом уже переоделся из индийского в русский. Но, да, я думаю, что я не очень соглашусь с определением термина санатана, вообще, санатана, дарма, или там как-то еще-то прозвучало в смысле ортодоксии. Ортодоксия — это, наверное, скорее смартизм. Здесь я не очень понимаю такую отправную точку рассуждения о том, что такое традиционный индуизм и что такое реформированный индуизм, реформированный школа, я более-менее себе представляю. Ведь дело в том, что, допустим, если мы говорим о взгляде на личность человека, на степени свобод человека, на роль женщины и так далее, все-таки в разных направлениях того, что мы называем сейчас индуизм, эти взгляды были разные. То есть, о каком традиционном индуизме идет речь вишнуизм, даже в рамках вишнуизма там были разные школы, там Пуштимарк, где царили такие довольно сладострастные отношения, есть различные шиваитские школы, тантрические. Поэтому я думаю, что ортодоксия — это, конечно, смартизм, то, что вот смарта-брахманы. А все остальное, ну, здесь надо смотреть, не варианты ли это нормы. Вот то, о чем вы говорили, как нечто противоречащее традиционному индуизму. Может быть, это вариант нормы для какой-то конкретной школы? Вот, например, о кастовой системе. Поскольку я занимаюсь роман-энди, то я могу вам сказать, что роман-энди 19 века были гораздо больше, гораздо более либеральны. Опять-таки, мы используем современный язык, потому что в 19 веке они давали джанео в шнур, да, даже представить даже шудрам, которые получали посвящение в эту школу. Потом под давлением пандитов с юга из секты роман-энди они прекратили этим заниматься. Раньше всяких исконов там и так далее, кто сейчас этим занимается. И принимали пищу совместно и так далее. Так вот, что такое ортодоксия, что такое традиционный индуизм, какая у нас отправная здесь точка? Это с чем мы сравниваем? Что с тем? Я думаю, что я понимаю, что индуизм это явление очень разноплановое, поэтому одну линию мы не сможем в нем обозначить. Но я в своих исследованиях под таксальностью и традиционностью прежде всего понимаю тенденцию противостояния организации. То есть в контексте двух противоположных терминов традиционный и современный. Традиционалистские силы в этом контексте это силы, не принимающие новое западное влияние и стремящиеся законсервировать существующую традицию. Индия всегда находилась под каким-то влиянием. Например, ислам оказал большое влияние. Я, если честно, вообще не поддерживаю идею в генерализации. То есть сложно говорить, это скорее все-таки на мой взгляд западные понятия. Хотя я знаю, что конечно некоторые ученые, специалисты тоже используют применительно к Индии, но как бы здесь, мне кажется, нужно действительно здесь не нужно генерализировать в этих вопросах. Например, какой у нас был еще источник взгляда в Ганди? Например, известно, что этим источником был джайнизм, потому что у него был джайнский наставник. И какие-то вещи, например, такая уж супер жесткая Ахимса, это следствие его встречи с джайнизмом, потому что в эпоху хиппи в США эти хиппи думали, что вот ненасилие Ахимса это именно индусская ценность, но в реальности в таком объеме, то есть абсолютно такое ненасилие, это, конечно, ценность была джайнская. То есть я бы несколько сузил вот этот вот дискурс и не сравнивал бы в целом традиционализм, нетрадиционализм, или ортодоксию, неортодоксию. Все-таки противостояние западным ценностям это не признак ортодоксии или неортодоксии. Признак ортодоксии и смартизма это следование дарма шастов строга. Причем именно в том понимании, в котором это делают смарта Брахман и Аня, например, Роман Андит. я бы сузил все это как-то так. Хорошо. Я понимаю, что согласны с вот этой западнической точкой зрения с одной стороны, но с другой стороны наука это явление все-таки западное и мы находясь в рамках вот этой западной научной парадигмы мыслим по-западному так или иначе и мы применяем ее методологию для исследования в том числе и не западных процессов. Что касается вот этой распространенной идеи чрезвычайно сильного влияния дарминзма на дарминзм не поддерживаю, поскольку Ганди стал сторонником ненасилия когда жил в Англии, когда стал читать книжки о вегетарианстве, стал читать впервые по-клодиту, то есть это отдельный вопрос. Татьяна Есифовна, как мы можем вам отказать? Десятый час должен быть обсуждение, мы же не ограничимся девятью. Да, вот это совершенно безупречный довод. Спасибо, Маршин Юрьевич. У меня небольшое замечание по поводу соотношения личности и социума. Это очень сложный вопрос в отношении Ганди, потому что эти высококастовые брахманы, они же его упрекали в том, что в таком политико-этическом процессе он затушевывает влияние личности, что он отходит от индуистских правил именно в том, что он сплачивает массы и вот эту массовость, этой массовостью давит, исключает возможность личности совершенствовать себя, одну, одного, внутри себя. Я не могу, скажем так, с этим согласиться, поскольку в философии Ганди есть чрезвычайно важное такое понятие, как сатиограф. Сатиограф — это развитая личность, вот эта масса, которая действует и имеет политическую силу, она в идеале по теории Ганди должна состоять из людей нравственно развитых, из состоявшихся личностей. Здесь как раз нет такого затушевывания личности, во всяком случае в идеале, а с другой стороны вот в реальности как раз этого не получалось, и поэтому Ганди видел, что люди не готовы к сатиографу, к сатиографе люди не состоялись как личности, не стали сатиографами в подлинном смысле этого слова, и поэтому отсюда вот это притормаживание практических компаний постоянное. Да, но массовость, массовость. Массовость, но это не просто масса, это говоря таким уже совсем европейским языком в идеале гражданское общество, хотя да, европейский языком совершенно верно. Но Ганди он во многом. Спасибо, спасибо большое, очень интересный доклад. Спасибо. А это у всех пропадает голос? Да, у всех пропадает. И Резвезд не массовость. Сатиографины проявляли тогда, когда толпой начинали творить насилие. Вот это была массовость. А так значит это действительно все-таки была в идеале должна была быть совокупность личностей. Да, на практике они не были сатиографинами и состоялись. Шрива Санто 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 Саргаде Санто 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok